Чимкент Город с тысячелетней историей, оазис на Великом Шелковом пути. В годы Великой Отечественной здесь отливали пули для Красной Армии, а в середине 50-х именно здесь Шамшик Алдаяков написал мелодию, позже ставшую гимном независимого Казахстана. Любая точка земли считается святой, как Маккомодина. Понимаете? Я понял это. Любая точка земли считается, как Маккомодина. Вот здесь тоже такой же святый можно считать. Столица 13-го региона. Казахстанский Техас. Край отчаянных водителей, предпримчивых бизнесменов и активной молодежи, разрушающие стереотипы о родном городе. Почему я здесь? Потому что мне понравилась эта идея. Я увидела, что можешь сделать что-то хорошее для детей, даже которые еще, в принципе, не граждане. Как еще называют наш город, идеи провозглашенных, но не воплощенных. И хотелось что-то воплотить, чтобы идея жила. Город, который славится своим гостеприимством и богатыми застольями. Место встречи оседлой и кочевой культур, вековых традиций и современных тенденций. Когда я прихожу в гости к родителям, даже несмотря на мой деловой вид, либо я, допустим, в спортивном костюме, я все равно одеваю платок. Уважение старших на юге, слава богу, оно у нас еще до такой степени сохранилось, что я надеюсь, еще на несколько поколений это хватит. В детстве Акмарал очень не нравилось ее имя. Имена сестер казались ей более красивыми. Динара, Альмира, Айжан. Русским детям очень тяжело было меня называть полное имя. И поэтому они говорили, кто Катамаран, кому как удобно. Ну, в итоге Мара, Мара. Потом, когда я уже начала бегать, сестры начали подшучивать, что это Мара, Марафон. Мара от слова «марафон». За последний год Акмарал пробежала шесть классических марафонов и приняла участие еще в нескольких забегах на длинные дистанции. Субтитры создавал DimaTorzok